Сколько существует перестановок на N элементах, у которых нет ни одной неподвижной точке. Иногда это рассказывают так. Шли люди в шарках. Шарки были все на вид одинаковые, а внутри написано, чья шарка. После этого они кинули их в воздух так высоко, что их уже не видно было. После этого шарки, естественно, все-таки упали потом на землю, сильно-сильно перепутавшись. И люди не глядя расхватали шарки. Вопрос. С какой вероятностью каждому досталось не его шаг? Ну, хоть как ни формулируем, а математически задача такая. Сколько перестановок на N элементах... Ну, давайте, пример. N равно 1. Чему равен ответ? Нет этих перестановок. N равно 2. 1. 1. 3. Две, конечно. Смотрите, надо их по кругу. Либо так, либо так. Подсказка. Это задача на формулу включения-изключения. Из формулы включения-изключения ее тоже можно решить. Правда, это сложнее. Причем с включением-изключением. Но можно. Какие перестановки бывают? Смотрите. Ведь у нас перестановка любая облагается на циклы. На 4 элементах что бывает? Во-первых, бывает цикл длины 4, а бывает цикл длины 3 возможен? Нет. Если есть цикл длины 3, то еще одно число останется на месте. Значит, цикл длины 3 невозможен. Цикл длины 2 возможен? Нет. Потому что если цикл длины 2, а другие 2 на месте, то так не бывает. Но, возможно, такая штука. Цикл длины 2. Да, да, да. Вот. И еще бывает вот такой вот цикл. Поняли? Можете вы быстренько посчитать сколько таких? Сколькими способами 4 элемента можно разбить на пару? Тремя, конечно. Потому что фактически надо для одного элемента найти, с кем он будет впаять. А дальше автоматически. Отлично. А таких сколько? Смотрите, здесь где-то присутствует число 1. Правильно? А дальше есть 3 числа, которые идут в любом порядке. Значит, сколько таких? 6, конечно. 6 плюс 3 это 9. Ну что вы, господа, это уже тяжело. На какой закономерности не видно? 1, 2, 9. Что-то непонятно. Формула включений-исключений. Что она нам дает? Вообще, как она формулируется в общем случае? Если есть какой-то универсум. Так? Какое-то множество. И там есть несколько подможеств. Правильно? Они по-любому будут расположены. И там есть несколько подможеств. Что говорит формул включений-исключений? Вспомните. Сколько будет вот таких? Как посчитать количество точек вот таких? Надо посчитать, сколько здесь всего было. Вычесть каждое множество. Прибавить попарные пересечения. Так? Вычесть тройные. Отлично. Так в нашей задаче, что такое будет универсум и что такое будет множество? Нет, но так и оно будет. Ну что, ты понимаешь? Ну, это чисел. Чисел. Нет, не чисел. У нас же задача о перестановках. Все перестановки. Не количество, а просто все. Это будет множество всех перестановок. Так? Давайте его обозначу у. Итак, пишу. У. Это множество всех перестановок. Представляете, сколько их штук? А? Всех перестановок. Сколько? И анфетриал, конечно. Отлично. Это уже не было. Дальше самое интересное. А что такое наше множество? Внимание. Надо, чтобы то, что ни в одно из них не вошло, это были бы в точность. Что? Мы теперь вычитаем. Перестановка, когда первая цифра будет на своем месте. Молодец. Конечно, множество АКТ, это все перестановки, это множество перестановок, оставляющих К на месте. То есть, А первое, это там, где единично осталось на месте. А второе, где двойка осталось на месте. И так да. Ну, ребят, в общем, мы почти решили. Ну, что такое на месте? Мамик. Да, один и два. Да, да, да. Как остается на месте, чтобы анфетриал делить наносить? Из всех их анфетриалов надо вычесть что? АКТ. Нет, нет. Их надо вычесть все. Сумму, количеств этих самых, да? То есть, так, их, сколько их штук, кстати? А первое, А второе и так далее. АН. Пишите, Н умножить на количество элементов в А первом. Нет, ну так, не так. Вы знаете, сколько там элементов? Там у нас Н? Нет. Это все перестановки на Н-1 элементе. Вот если единица осталась на месте, то вы после этого переставляете между собой. Н-1. Конечно. Только вертикально не нужна палочка. И Н умножить на Н-1 материалов. Кстати, отведите, пожалуйста. Все оцените, что Н материал и Н умножить на Н-1 материал вообще-то уничтожились. Поэтому пока что мы у нас просто участвуем. Но не страшно. Плюс попарное пересечение. Так что такое, сколько, во-первых, штук, и каждое попарное пересечение из чего стоит? Сколько штук попарных пересечений? Н-2. Нет. Н-2. Нет. Н-1. Ну что? Н-1. Называется число сочетаний заподок. Пишите. Число сочетаний заподок. Так. Замечательно. А в каждом... Вот есть у вас, скажем, перестановьте оставляющие на месте единицу и двойку. Сколько их штук? Н-2. Конечно. Пишем умножить на н-2 в клёвку. А теперь догадайтесь, что будет дальше. Хочется, что это н-2-3. Да. На н-дюйтэ. Отлично. Вот. Поскольку эта формула в высшей степени замечательная и важная, то, видите, вы ее сейчас напишите просто так, что вы говорите на все глупые хаси. То же самое. Дума. И, пожалуйста, вы перепишите, попытайтесь их создать. Давай-давай. Дальше. Да. Плюс. Да. Да-да-да-да. Так. Минус. Как бы так. Что сочетание из этого отрина? Ну, давайте еще один счет напишите, и дальше поставьте многоточие. Там плюс число сочетания из этого 4. Все понимают, что написано? Да. По 5. И в какой-то момент это прекратится, потому что после числа сочетания з по n уже будет 0. Ну, понятно. Выбрать... Да, да-да. Да, да-да. Да, да-да. Не важно. Важно другое. Все ли помнят формулу для числа сочетаний, скажем, из n по 4? Это n умножить на n-1, на n-2, на n-3, на n-4, на n-4. Фактика. Согласно? А число сочетания из n по 2? Это n на n-1 пополам. А число сочетания из n по 3? n на n-1, на n-2, на n-2, на n-6. Так? Значит, у нас там замечательно всегда струкуются. Посмотрите, n в актериал, n на n-1 в актериал, а там n на n-1, на n-2 в актериал. Понимаете? Правда, там еще в знаменателе дворик появляется. А здесь n на n-1, на n-2, и на n-3 в актериал. А в знаменателе 6 будет, да? Ну, что будет, когда вы вынесете n в актериал? Напишите там равно. Вынесите n в актериал за скотку. Да, и что здесь будет? 1 минус. 1 минус 1, представляете, особо не приятно. Да, да, 1 минус 1. Так пишите, что? Плюс 1 2, тоже пошло более интересно. Да. Минус 1 6, плюс 1 24, минус 1 120, и так далее, вплоть до 1 актериал. Понятно, да? Тогда будет то ли с плюсом, то ли с минусом, в зависимости от чёта из-за числа. Понятно? Просто поставьте многоточие и ещё есть вопрос. Так, первое, что надо сейчас делать, надо вернуться на другую часть доски и посмотреть, извините, эту формулу, работы для первых четырёх чисел или нет. Давайте посмотрим так. Можете? Для единицы будет что? Один факториал умножить на один минус один. Ноль. Для двойки уже пишите вы. Два факториала. Компутаем. Проверяем по стифону. Плюс одна вторая. Не надо писать. Сошлось. Да. Дальше. Три факториала. Дальше. И ниши все в токаре. Да. Это уже интересно. Одна вторая минус одна шестая. Сколько будет? Это будет одна третья. Одна третья. Дри факториала умножить на третью. Это два. Два. Пишите равно. Сошлось. Да. Двадцать четвертых. Ну. Двадцать четвертых. Двадцать четвертых. Да. Двадцать четвертых.